Википедии. И передаю слово Алине. Алина. Всем здравствуйте. Будем говорить о Википедии. За время своего существования Википедия закрепила за собой статус достаточно популярного информативного ресурса. Когда происходят какие-то события, они мгновенно находят свое отображение на страницах разных языковых разделов Википедии. Написать статью Википедию на какую-то конкретную тему становится достаточно распространенным заданием в школе, университете или даже на работе. И если у большинства людей получается с легкостью сделать свои первые правки или даже написать целую статью, то вот с загрузкой изображений в эту статью достаточно часто возникают проблемы. Сегодня мы с вами будем разбирать то, как загрузить фотографию в статью Википедии. Есть ли какая-то специальная база изображений для этого, либо нужно обязательно использовать только свои собственные фотографии для иллюстрации статьи. Какие критерии предъявляются к этим фотографиям, и какую пользу Википедия и Викисплаз могут принести для библиотекарей и для преподавателей. Прежде чем научиться загружать фотографии в статьи Википедии, нам необходимо понять, как работает Викисплаз. Викисплаз – это достаточно популярный проект фонда Википедия, на который на данный момент времени загружено свыше 58 миллионов свободных изображений. Викисплаз представляет собой хранилище фотографий, аудио, видеофайлов, пользоваться данными из которого можно абсолютно бесплатно, и это может делать каждый человек при соблюдении определенных правил. Этот ресурс был основан в 2004 году, и с тех пор количество пользователей этого ресурса с каждым днем увеличивается. Сейчас я вам хочу показать главную страницу Викисплаза и показать, как он работает. Главная страница Викисплаза содержит достаточно исчерпывающую информацию о возможностях этого ресурса. Мы видим некоторые разделы, смотрим содержание, вот справа находится у нас по темам, это разделы. Далее внизу мы видим, что если у вас открылась, например, страница Викисплаза на английском языке, но вам удобнее работать на русском языке, вы можете выбрать наиболее удобный вариант. Мы сейчас видим количество изображений, которые находятся на Викисплазе в свободном доступе, и этот счетчик постоянно меняется. Справа у нас есть три категории – изображение, звуки и видео. Это категории, которыми необходимо пользоваться и можно пользоваться на Викисплазе. Для начала я предлагаю нам открыть категорию изображений и посмотреть, какие медиафайлы там находятся. Мы видим, что категория Викисплаза содержит 46 подкатегорий на абсолютно разные темы. Это могут быть фотографии, которые разделяются по времени создания, по формату, по разрешению, по разным техническим критериям. Все это сделано для того, чтобы пользователь не тратил целый день на поиск нужного изображения, а мог найти то, что ему нужно в соответствии с поиском по необходимой категории. Это один из вариантов поиска. Сейчас давайте для примера рассмотрим одну конкретную категорию, например, изображений, которые были сделаны в XIX веке. Мы видим, что категория XIX века, она в свою очередь содержит несколько подкатегорий. Это фотографии, которые были сделаны в какой-то конкретной стране – Китай, Дания, Эстония, Франция, Германия и другие страны. И также есть вторая категория, которая содержит уже более детализированную информацию – 1810, 1820, 1830 годы. Есть также категория, например, цветных изображений. Но я предлагаю нам открыть раздел 1880 годов и увидеть, что у нас здесь есть 19 подкатегорий, еще 19 подкатегорий. Это файлы, которые были загружены в 1880… точнее, не загружены, а созданы в 1880 годах, в 1881 и так далее. Эти фотографии находятся все в свободном доступе. Их можно использовать для своих работ и для своих презентаций. Есть также фотографии, которые не относятся к конкретным подкатегориям. И прошу обратить внимание на их названия. Названия заданы, не могу сказать, что совсем корректно, потому что они не отображают суть фотографии. Мы видим, что они не содержат поисковые слова. Это набор, скорее, букв и цифр, по которым сложно идентифицировать изображение. Все-таки намного удобнее искать и легче находить изображение, если в его названии содержится конкретная информация, как мы видим на следующих фотографиях. Мы сейчас открываем с вами фотографию Кёльнского собора. Видим, что изображение в очень хорошем качестве, как для этого периода, что оно сделано около 1885 года. Чуть ниже содержится информация подробная о категориях, к которым это изображение относится. То есть 1880-е, история Кёльнского собора и имя автора, фотографа, которому приписывают это изображение, эту фотографию. Сейчас мы с вами будем возвращаться на главную страницу Вики-склада. И я хочу вам показать, как пользоваться поиском по сайту без категорий. Представьте, что вам необходимо найти изображение, например, фотографию Парижа. Давайте мы ведем поисковый запрос «Париж 1910 года» и попробуем найти изображение. Мы видим первые 20 фотографий из 37 тысяч изображений, которые нам выдал Вики-склад по этому запросу. Это фотографии автомобилей, карт, улиц, художественные изображения. И можно найти информацию, фотографии практически на любую тему. Если мы напишем сейчас «Париж 1910 года» на русском языке, мы увидим, что выдача результатов изменится. И всего она составит 1315 фотографий. Почему? Потому что авторы, когда загружали фотографии, сделали описание на русском языке, они, собственно, сервис показывает нам ту информацию, которую автор задал при загрузке изображения. И мы видим, что фотографии сейчас абсолютно другие, чем те, которые были в первой выдаче. Сейчас давайте без какой-либо конкретики просто ведем «Париж» без конкретного года. Напишем на русском языке. Нажимаем «Энтер» и видим, что выдача теперь составляет 7197 изображений. Фотографии, опять же, уже совсем другие, чем мы видели в первый и второй раз в выдаче. Фотографии скульптур, изображения людей. Есть также фотографии природы. Фотографии, которые относятся к очень разным категориям и темам. Но если мы сейчас напишем, сделаем запрос «Париж» на английском языке без конкретной даты, выдача свободных изображений увеличится до 1 миллиона изображений. Поэтому, если вы что-то ищете, обязательно нужно всегда пробовать разные варианты и разные запросы. Потому что тогда вы сможете найти намного больше вариантов того, что вас интересует. Давайте для примера откроем одну из фотографий, которые мы сейчас видим на странице Викиспада. Это, например, изображение Эйфелевой башни, которая отражается в воде. Мы видим вверху название этого изображения, потом само изображение и описание на нескольких языках, которые сделаны под фотографией. И, кстати, вот эти данные, если вы вдруг захотите добавить, перевести еще на какие-то языки, это могут сделать абсолютно все пользователи и добавлять эту информацию. Мы видим, что это изображение, по мнению пользователей Викисклада, стало изображением года 2012 года. Это означает, что изображение обладает хорошими техническими характеристиками, но и оно достаточно хорошо выглядит с технической точки зрения. А чуть ниже у нас идет информация о лицензии. Что такое лицензия? Лицензия – это условия, на которых автор фотографии, фотограф передает это изображение в свободное пользование. Каждый человек, который будет соблюдать эти условия, он может использовать это изображение для своей работы, в своих делах, для каких-то коммерческих целей. На теме лицензии я хочу остановиться немножечко подробнее и рассказать, потому что эта тема может быть немножко сложной. Итак, сейчас, когда пользователь загружает изображение на Викисклад, чаще всего ресурс предлагает ему воспользоваться лицензией 4 НОД. Это означает, что пользователь, который хочет воспользоваться этим изображением, может делиться этим медиафайлом, копировать, распространять его на любом носителе и даже использовать его с коммерческой целью, что может заинтересовать многих людей. Его можно изменять и создавать новые файлы на его основе. Но при этом обязательно пользователь должен указывать авторство и ссылку на лицензию, под которой изначальный, первоначальный файл распространялся. Если материал будет переработан в будущем, конечно же, опять же, нужно указывать, что есть какие-то различия с первым исходным файлом, который был скачен с Викисклада. Далее. Хочу вам показать сейчас страницу Викисклада и рассказать про категории звуков и видео. Пожалуй, категория изображения самая масштабная, и туда больше всего загружается разных файлов. Но также на Викискладе есть категория аудиофайлов, и хотя здесь меньше файлов загружено, но от этого категория не становится менее ценной или популярной. Мы видим, что в разделе категории аудиофайлов есть 20 подкатегорий, и медиафайлы делятся по такому же принципу, что и изображение. По стране, по языку, по файлу, который размещается, по объектам и так далее. И сейчас возвращаемся на главную страницу, переходим на вкладку видео и смотрим, что на Викискладе есть также видео, которое распространяется под свободной лицензией. Также есть некоторые категории. Категории меньше, чем, например, аудио или изображение, но они также есть. По времени создания, по разным техническим характеристикам делятся, по техническим критериям. Вернувшись на главную страницу Викисклада, мы видим напоминание о том, что участвовать в работе с Викискладом может каждый человек. Что это значит и вообще для чего необходим Викисклад в работе? Сейчас очень часто, например, в библиотеках организовываются выставки, разные мероприятия. На основе этих мероприятий создаются новостные сюжеты. Либо, когда делают анонсы перед мероприятиями, необходимо использовать изображение, которое бы не было защищено авторским правом. Где найти такое изображение? Конечно, Google нам выдает очень много разных картинок, но мы не можем быть уверенными в том, что изображение не защищено авторским правом, и что спустя какое-то время не появятся претензии о том, что пользователь, который использовал это изображение, он нарушил чьи-то авторские права. Когда человек использует изображение из Викисклада, он может быть в этом абсолютно спокоен, потому что здесь все изображения можно и нужно использовать для своих рабочих нужд. Это делают журналисты. Эти изображения используют преподаватели, используют их студенты для того, чтобы создавать рефераты. Преподаватели пишут методички и используют для своих работ, обязательно указывая при этом автора и ссылку на лицензию, указание лицензии. Очень часто Викисклад помогает найти хорошие качественные изображения, связанные с литературной тематикой. Сейчас я хочу вам показать, как можно найти, например, изображение, связанное с Антоном Павловичем Чеховым. Для этого мы пишем вверху, справа, в поиске имя, фамилию, отчество автора. Видим, что у нас вверху, справа в уголке мы видим 316 изображений, которые отобразились на странице. Среди них подпись Антона Павловича Чехова. Далее, файл, портрет, мы можем использовать его, который датирован 1897 годом. Видим маркированные конверты 1959 года. Видим разные строения, которые так или иначе связаны с жизнью писателя. Давайте откроем одно из этих изображений, ну, например, фотографию домика Чехова. Здесь много фотографий на эту тематику. И мы видим сейчас перед собой изображение. Вверху название, которое отображает суть изображения. Далее опускаемся немножечко вниз. И видим, что в описании есть город, указан город, где была сделана фотография, указана улица, на которой здание расположено, указана дата, автор, что это собственная работа и текст лицензии. Далее мы видим, даже есть описание метаданных, технических характеристик разных камеры и категория. Если мы нажмем сейчас внизу на категорию, мы окажемся на общей странице и увидим все фотографии, которые относятся к этой категории. И это очень важно. Если вы нашли одно изображение, которое вам подходит, то будет полезно ознакомиться с целой категорией, потому что и там можно найти что-то очень ценное и важное для вашей работы. Мы видим, что таких изображений десятки или даже сотни в этой категории. Сейчас мы возвращаемся на главную страницу Вики-склада. Видим раздел «Лучшие». Есть избранное изображение, есть качественное изображение, есть сцена изображения. Открываем избранное изображение. Мы видим, что здесь есть вот такой раздел избранных изображений. Это изображения, которые, по мнению тысяч пользователей Вики-склада, обладают хорошими характеристиками. Если вам необходимо найти фотографию на какую-то конкретную тему, можно назвать именно с высокими техническими характеристиками, то можно начать с изучения этого раздела, потому что здесь все собрано лучшее из лучшего, с высокими техническими характеристиками. Сейчас давайте еще посмотрим, что у нас есть в разделе «Качественных изображений». Качественные изображения – это именно те изображения, которые характеризуются высокими техническими разрешениями. То есть нет каких-то претензий с технической стороны. Мы видим, что всего загружено 232 тысячи. Скоро будет 233 тысячи изображений. Это составляет практически 0,4% от всего количества изображений на Вики-складе. Здесь есть фотографии, которые разделены по экспозиции, композиции, передаче движений. И если мы зайдем еще в раздел «Ценных иллюстраций», мы увидим, что здесь собраны иллюстрации, которые в какой-то конкретной области, отрасли, считаются достаточно ценными и полезными. Сейчас мы с вами спускаемся чуть ниже, видим содержание. Здесь можно пройтись по темам и посмотреть конкретно, если вас интересует какая-то тема, вы можете все выбрать, посмотреть. И внизу страницы у нас находятся ссылки на другие проекты фонда «Вики-медиа». Это проекты, которые позволяют использовать их содержание по свободным лицензиям. Википедия, Вики-новости, Вики-словарь, Вики-учебник, Вики-гид и другие проекты, которые можно использовать. Далее. Мы уже потихонечку приближаемся к тому моменту, когда я буду показывать, как именно загружать фотографии. Но перед тем, как загрузить фотографии на Вики-склад, первые фотографии, необходимо понять некоторые важные принципы. Во-первых, вам необходим логин на Вики-складе. Если, например, Википедия позволяет делать анонимные правки, хотя, конечно же, если у вас есть логин свой, это делать намного удобнее, то загружать фотографии на Вики-склад может только пользователь, у которого есть учетная запись. Далее. Какие фотографии можно загружать на Вики-склад? На Вики-склад можно загружать фотографии авторам, которых вы являетесь. Это могут быть растения, животные, люди, публичные люди, да, разные публичные мероприятия, концерты. Нельзя загружать те фотографии, которые защищены авторским правом. Нельзя загружать скриншоты телевизионных программ, компьютерных игр, рекламные разные продукты, логотипы. Исключение составляет те работы, которые, хотя и не принадлежат вам, но они уже перешли в общественное достояние и не защищены авторским правом. Когда вы загружаете контент на Вики-склад, вы делитесь ценой информации с другими пользователями, и у вас есть гарантия, что эта информация никуда не затеряется, даже если она вдруг пропадет с вашего компьютера. Даже если вдруг вы потеряете свой логин и пароль, вы не сможете найти доступ к своей учетной записи, у вас все равно будет возможность выйти на Вики-склад и найти эти фотографии. Сейчас также еще важный момент насчет наполнения Вики-склада. У кого-то может возникнуть вопрос, каким образом проект, который позволяет бесплатно использовать изображения людям из разных стран, из разных городов, почему он пользуется такой большой популярностью и как на Вики-склад были загружены миллионы разных изображений, почему пользователи это делают и все не находят на это время. Прежде всего, определенная часть людей работает на чистом энтузиазме. Они загружают фотографии, потому что хотят сохранить изображения, которыми они дорожат. Они не против, чтобы другие люди использовали их для своих нужд, для своих проектов, для учебы, для работы. Также есть люди, которые загружают изображения, которые загружают, например, фотографии с прошедших выставок в библиотеке. Почему я делаю акцент на библиотеке? Потому что, например, лет еще 10-15 назад, на мой взгляд, в библиотеках, которые я знаю, которые я наблюдаю, была намного меньше развита такая деятельность. Сейчас постоянно организовываются встречи интересные. Если пользователь Вики-склада, Википедии делает интересные изображения во время литературной встречи с публичным человеком, эти фотографии можно потом загрузить на Вики-склад, а потом использовать эти фотографии в статьях Википедии. Можно, например, когда вы загружаете фотографию на Вики-склад, вы делаете упоминание о том, где это мероприятие проходило. Когда вы загружаете фотографию в конкретную статью о конкретном человеке в Википедию, вы, конечно же, пишете, что вот это событие состоялось в таком-то месте. И если у вас, например, стоит задача как-то способствовать узнаваемости библиотеки или узнаваемости сайта, то таким образом это может немножечко помочь, потому что чем чаще мы что-то упоминаем в интернете, тем больше ресурс, тем проще ресурс найти через поисковые системы. И третий момент, очень важный момент. Сейчас уже который год в мире пользуются огромной популярностью два международных конкурса. Вики любит землю и Вики любит память. Эти конкурсы, они имеют прямое отношение к Викискладу и Википедии. Конкурсы призваны сохранить информацию о культурном и историческом наследии. И благодаря тому, что конкурсы проходят целый месяц, конкурсы проходят на Викискладе, в них может участвовать абсолютно каждый человек, люди получают информацию из самых отдаленных уголков Земли, получают фотографии архитектурных сооружений, природоохранных территорий, которые бы было очень сложно получить под свободной лицензией. Я хочу вам рассказать немножечко про один из конкурсов Вики любит землю. Вики любит землю – это конкурс, который ориентирован на сохранение информации о территориях, о парках, о ценных деревьях, у которых есть природоохранный статус. Впервые этот конкурс был проведен в 2013 году. В мае, в апреле и мае месяц. С 2014 года он уже, кажется, проводится постоянно только в мае месяце, на протяжении месяца. Есть определенные списки, по которым пользователи готовятся на протяжении года, чтобы потом загрузить фотографию парка в своем городе или какого-то старого дерева или заповедника, либо любой другой природоохранной территории. Каждый год выбираются победители, согласно регламентам. И сейчас я вам хочу показать фотографии победителей, ежегодных победителей, которые представлены здесь на странице Вики Сплата. Победить в этом конкурсе тяжело, но, пожалуй, реально. Каждый год качества, технические характеристики фотографий, они улучшаются. Мы видим фотографии 2013, 2014, 2015 годов, 2016. Давайте сейчас посмотрим на фотографии 2017 года. Посмотрим на ее характеристики, описания. Также хочу обратить внимание, что все фотографии, которые есть на этой странице, они также распространяются, конечно же, под свободной лицензией, и их можно использовать и нужно использовать в своей работе. Мы видим заголовок, изображение, описание, где конкретно была сделана эта фотография. Эта фотография сделана на территории Иркутской области. Мы видим указание того, что этот объект числится среди природоохранных территорий, имя автора и даже месторасположение камеры. То есть, если кому-то будет интересно посмотреть на этот объект вживую, благодаря этим координатам это можно сделать и отыскать это место. Мы видим указание того, что изображение становилось финалистом в конкурсе изображений 2017 года. И видим, что, по мнению сообщества, этот файл признан одним из лучших. Далее есть еще дополнительная информация, которая, в принципе, может кому-то быть полезна, кто интересуется конкурсами. И следом, дальше у нас идет лицензирование, описание прав и обязанностей пользователей. И дальше обратите внимание, что под файлом указаны страницы проектов фонда Вики-Медиа, на которых используется этот файл. Их достаточно много. Бывают фотографии, которые не используются нигде, они просто загружены на Вики-Склад. Также вот мы видим глобальное использование файла и видим разноязыковые разделы Википедии, на которых этот файл используется. Сейчас мы с вами вернемся на страницу, точнее перейдем на страницу конкурса Вики-Любит-Память. Это аналогичный конкурс. Если Вики-Любит-Память, Землю проходит в мае, то Вики-Любит-Память и проходит каждый сентябрь, начиная с 2010 года. Конкурс считается одним из самых масштабных во всем мире, потому что только от, например, одной из странных участниц может быть загружено как 10, так и 20 тысяч изображений. Эти конкурсы привлекают тысячи, сотни участников, и с каждым годом их количество увеличивается. Мы сейчас видим страны, которые принимают участие в конкурсе и статистическую информацию. И также видим фотографии победителей, которые были загружены в разное время и в разное время занимали первое место. Давайте посмотрим на фотографию 2013 года. Она была сделана в Швейцарии. Очень красивая фотография с художественной точки зрения и по техническим, конечно же, характеристикам. Видим описание конкретного объекта. Одно из главных условий участия в этом конкурсе – человек должен давать конкретное описание, корректное описание, для того, чтобы можно было идентифицировать, что за объект изображен, и как его потом можно найти. Мы видим, что здесь есть описание на разных языках. Есть также, опять же, указание того, что изображение было финалистом конкурса изображений 2017 года, что оно стало победителем в конкурсе «Вики любят памятник» в 2017 году. И после вот такого уже теоретического вступления мы сейчас с вами переходим на главную страницу «Викисклада» для того, чтобы начать загружать фотографии. Так, мы на странице «Викисклада». Нам необходимо залогиниться обязательно, если мы еще не ввели свой логин и пароль. Но мне это делать не нужно, потому что я уже свой логин и пароль ввела. Это видно вверху. Теперь мы нажимаем на сенью кнопочку «Загрузить». Справа вверху. И переходим на страницу «Мастера загрузки». Мы видим вкладку «Ознакомление», «Загрузка», «Авторские права», «Описание», «Данные» и «Использование». И кнопочку «Выберите медиафайлы», чтобы поделиться. Я выбираю заранее подготовленный медиафайл, это изображение, ясные поляны, и загружаю. Если по каким-то причинам вы передумали в процессе загрузки, вы всегда можете удалить изображение, но я этого не буду делать. Далее нажимаем «Продолжить», если мы совсем согласны, все правильно. И оказываемся на странице «Авторских прав». Обратите внимание, что если это ваш собственный файл, вы должны указать первый вариант, что этот файл является моим собственным произведением. Если вы загружаете чужой файл, но у вас есть на это разрешение, либо файл находится в общественном состоянии, вы выбираете второй вариант. Я выбираю первый вариант сейчас, потому что у меня авторские права на это изображение. Изучив внимательно текст лицензии, что я не могу передумать, изобрать изображение Светислада, я согласна с тем, что я его загружаю, у меня нет никаких сомнений, и я нажимаю на кнопочку «Далее». Теперь мы с вами переходим на страницу «Описание». Мы видим сейчас, что первоначальное название, оно состоит из набора букв, и согласитесь, что если кто-то будет искать изображение яхтной поляны, то, наверное, в последнюю очередь он наберет на Викиславе такой набор цифр. Давайте попробуем, напишем «Яхтные поляны». Но такое изображение занято, это напоминает ситуацию, когда мы хотим зарегистрироваться на форуме, а все приличные ники уже давным-давно заняты. Пишем, ну давайте добавим, например, «Фото 1» в название. Видим, что ясная поляна «Фото 1» также занята, нужно добавить еще что-то, что сделает наше название уникальным. И теперь мы видим, что наконец-то у Викислава нет никаких вопросов к нам, и это название подходит, оно уникально и не повторяется. Поле подписи мы можем пропустить, потому что оно необязательное. И переходим сейчас к описанию. Здесь я укажу название усадьбы и где она расположена. Конечно же, можно было бы сделать описание более подробным, но в этом нет никакой необходимости, потому что указано название усадьбы, указана область, и мы переходим, проверяем, нет ли у нас каких-то ошибок, и переходим дальше. Видим, что здесь указана дата, когда было создано это изображение в 2018 году. И давайте теперь проставим категорию. Категория пишется на английском языке, указывается. Я ввожу просто первые буквы названия на английском и выбираю вариант, который мне подходит. Ясная поляна. Так, теперь давайте проверим еще раз, нет ли у нас каких-то ошибок в нашем описании, хотя их, конечно же, можно будет и подправить потом, но лучше сделать все изначально хорошо. Наше изображение, название файла, описание и нажимаем кнопочку «Опубликовать файл». Файл загружается. А мы оказываемся на странице мастера загрузки. Мы не будем с вами добавлять методанные, потому что это не обязательно. Нажимаем «Пропустить» и наш файл загружен. Чтобы перейти на страницу и посмотреть на наш сайт на Вики-складе, нажимаем на его название и оказываемся на странице, которая идентична тем страницам, которые мы вот только что с вами смотрели. Наша фотография загружена на Вики-складе. Есть краткое описание, которое я указывала, есть дата, указано, что это моя собственная работа, указан автор и текст лицензии. Теперь каждый пользователь может использовать это изображение для своих нужд, но при этом указывать меня как автора и сделать ссылку на лицензию. И есть, конечно же, категория внизу указана. Если вам понадобится больше фотографий в Ясной поляне, всегда можно назвать и увидеть еще больше, нажать на это изображение, точнее, на название категории и увидеть больше изображений. У нас проделана половина работы, наше изображение загружено на Вики-склад, а теперь давайте его будем загружать на Википедию. Для этого мы с вами выходим на страницу статьи Ясная поляна Википедии и будем осторожно править код. Мы видим, что статья уже написана, статья написана не нами, написана она намного раньше, чем мы с вами загрузили фотографию. У нас уже есть большое количество изображений, но наше тут тоже будет неплохо смотреться. Нажимаем «Править код». Копируем название изображения полностью, кроме слова «файл» и двоеточие. Переходим на страницу Ясная поляна Википедии, нажимаем «Править код» и начинаем редактировать страницу. Мы видим, что здесь есть шаблоны, есть носки, ссылки, есть другие изображения. Мы выбираем… мы ничего, конечно же, не будем править в этой статье, потому что это не задача нашей сегодняшней встречи. Мы выбираем пустое место и начинаем загружать файл. Указываем название и делаем краткую подпись. Размер мы не будем менять. Выравнивание будем делать по правой стороне и оставляем формат мини. После этого нажимаем «Вставка». Хочу обратить ваше внимание, вот сейчас у меня очень быстро видео пробежало, что я делаю вставку благодаря иконке изображения, которые можно найти на панели инструментов. Итак, двигаемся дальше. Вставляем наше изображение. Но перед тем, как сохранять страницу, давайте сделаем предварительный просмотр, чтобы избежать ошибок. Нажимаю кнопочку внизу страницы, рядом с записью страниц, предварительный просмотр. И смотрим, наша фотография уже находится на странице статей Википедии. Все вроде бы достаточно аккуратно расположено, не мешает другим фотографиям, не перекрывает текст нормального, адекватного размера, поэтому мы нажимаем «Записать страницу». И смотрим, как фотография отображается на странице в статье о Ясной Поляне. Если мы хотим посмотреть фотографию на Викисплане, мы можем на нее нажать в Википедии и вообще на любую другую фотографию, затем нажать на кнопочку «Подробнее». Мы вновь окажемся с вами на Викисплане и сможем посмотреть характеристику фотографии. Этот же способ можно использовать для любого другого изображения, которое вас интересует. Если вы увидели интересную фотографию в статье Википедии, и вы хотите узнать подробнее, что это изображено, вы просто можете нажать на это изображение и перейдете на необходимый вам файл. Ну, это все, что я хотела сегодня рассказать. Спасибо вам за внимание. Если есть какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте, я буду на них отвечать. Пока вроде бы я не видела никаких вопросов в чате. Продолжение следует... Да, спасибо, Иван, спасибо. Да, ресурс действительно очень интересный. Так, я вижу вопрос. Я вижу вопрос, как быть, если есть фотография не своя, но авторство неизвестно. Необходимо установить авторство фотографии. Во-первых, если это... Как быть, если фотография не своя, но авторство неизвестно. Необходимо установить, попробовать установить время, период, когда была сделана фотография. Возможно, установить, если это возможно, автора фотографии. В разных странах существует разное законодательство. В некоторых странах, если прошло 70 лет после смерти автора, то медиафайл, изображение, фотография переходит в общественное достояние. Но это необходимо разбираться с конкретным законодательством конкретной страны. В большинстве случаев действительно правило про 70 лет действует. Так, можно ли загружать фото с публичного мероприятия без согласия, например, публичного человека? Фотографии с публичных мероприятий можно загружать. Это не... То есть вы не подглядываете за личной жизнью человека. Да, как бы, если личные фотографии, возможно, и нужно спрашивать разрешение. Но фотографии с публичных мероприятий загружать, конечно же, можно. Особенно, если, например, это фотографии, на которых очень большое количество людей. То есть, конечно же, можно загружать эти фотографии. Так, например, также есть вопрос. Фотография дедушки в юности срок 70 лет не прошел. Если это дедушка, ну, то есть, как бы, дедушка конкретно, ваш дедушка, да, то необходимо... Я думаю, что эту фотографию загружать можно, потому что вы являетесь правым... Не знаю, как правильно назвать это слово. То есть вы можете распоряжаться этой фотографией. Так, спасибо большое. Полезная информация для всех. И вам спасибо. Алина Юрий пишет. Алина, можно ли скачать фотографию со склада или только в селат? Извините, если вы уже об этом говорили. Со склада, конечно же, можно скачивать фотографию. Можно сохранять фотографию с вики-склада. То есть, когда вы делаете какую-то работу, когда вы размещаете, ну, например, в методичке, да, или в реферате каком-то, или просто в презентации, презентации вы размещаете фотографию, ну, конечно же, логично, что вы разместите конкретно фотографию, а не ссылку на эту фотографию. Вы должны прочитать, вот выйти на вики-склад, найти фотографию, которая вам нравится, или вы уже ее нашли, и посмотреть текст лицензии. Скорее всего, эта фотография распространяется под лицензией 4.0 или 3.0, и вы должны прочитать текст. Вот у нас, например, презентация сейчас, она остановилась на моменте как раз лицензии, где написано, что я владелец авторских прав на это произведение и так далее. Вот вы должны внимательно прочитать текст лицензии. Если здесь сказано, что вы можете свободно копировать, распространять, то, конечно же, вы можете загружать эту фотографию в свою работу вообще, куда вот как бы вам необходимо ее загрузить. Вот. Ну, и ссылку, ссылку необходимо вставить на лицензию. То есть, если мы говорим про какую-то печатную работу, да, вот, например, как бы, ну, вот, например, у нас есть, не знаю, методичка, да, представьте, что это наш. Конечно же, лучше там написать текст лицензии и автора. Так, вот. Если мы говорим про какой-то интернет-ресурс, то там, опять же, можно указать и ссылку, можно указать, ну, как бы, автора и название лицензии, на основании которых это изображение распространяется. Так, смотрим. Так, для иллюстрации книги можно эти изображения брать, а ссылку нужно указывать тогда на Викисплакт, спрашивает Татьяна Викторовна. Для иллюстрации книги, конечно, также можно брать изображение. Главное, вы должны указать автора и лицензию. Обязательно указать эти две вещи, потому что эти изображения, они не только для интернета, они для всего. Просто они распространяются, распространяются благодаря интернету, благодаря Викискладу. Ссылку вы указываете вверху над изображением на Викискладе. Есть такие иконки, нажав на которые, вы увидите информацию, которую можно автоматически скопировать и вставить в текст, ну, на страницу, на которую вам, собственно, нужно их использовать. То есть смело можно использовать свободные изображения для таких нужд. Потому что, вот смотрите, в тексте лицензии, который мы сейчас видим, здесь написано, что можно использовать для распространять, если мы откроем полный текст лицензии, потому что сейчас он у нас в урезанном варианте, мы увидим, что мы можем распространять эту фотографию, точнее, использовать ее даже для коммерческих нужд. Ну, что как бы подразумевает издание собственной книги. Кстати, вот хочу еще добавить, так, хочу еще добавить такой момент. Существует загрузка определенных файлов, которые некоторое время назад, вот в прошлом году, проводились конкурсы среди библиотек и для библиотек. Если библиотека обладает материалом, который находится в общественном достоянии, вы, точнее, библиотека, если вот она загрузит определенное количество ресурсов, которыми она обладает, та библиотека получит приз. Зачем это вообще нужно библиотеке? Ну, во-первых, участвовать в таких мероприятиях бывает интересно, полезно. За это, ну, как бы участвовать в конкурсах, это вообще полезно и интересно достаточно, потому что это способствует развитию. Но также это способствует тому, чтобы на Викисладе в свободном доступе был контент, ценный контент, так как мы знаем, знания и информация, которые у нас есть, это, ну, пожалуй, самые сцены, да, и очень важно этими знаниями делиться. Вот, поэтому, как бы, вот произведения, которые загружаются на Викислад таким образом, это дореволюционные еще, да, произведения, то есть там, 1917 года, их можно также найти на Викисладе, но также их можно и загружать на Викислад. А если вот вы заинтересованы участвовать в чем-то таком, именно в конкурсе, то вот можно поискать информацию на эту тему, если такие конкурсы будут проводиться впредь, они также поучаствуют. Так, я вижу вопрос, атрибуция, вы должны предоставить соответствующий кредит, пожалуйста, поясните, а что конкретно здесь объяснить, ну, указывается, указывается, вы указываете автора, вы указываете ссылку на лицензию, и если, например, вы меняли изображение, то есть вот у вас есть изображение, вы видоизменили и также разместили в интернете, вы должны это указать, что изображение было вами переделано по сравнению с исходником. Пожалуйста. Ну что ж, уважаемые друзья, вебинар, я так чувствую, подошел к концу, вопросов больше пока нет к Алине Сергеевне, большое спасибо, Алина Сергеевна, за интереснейшую и полезнейшую информацию. Спасибо, я надеюсь, что было действительно полезно, и я смогла рассказать, что это было. Да, это вопрос действительно очень полезный и важный на сегодняшний день. Итак, уважаемые коллеги, всем большое спасибо за участие в сегодняшнем вебинаре. На этом мы, наверное, сегодняшнюю встречу заканчиваем. Напоминаю, следующий вебинар, следующая встреча у нас состоит с вами в понедельник. Всем хорошего дня, еще раз большое спасибо Алине Сергеевне, и до новых встреч. Продолжение следует...